30 ноября в Екатеринбурге стартовал 17-й детский фестиваль чтецов, алтарников и хоровых коллективов в честь Святой Великомученицы Екатерины. В этом году мероприятие проходит в дистанционном формате. Подробности в материале Варвары Андроповой. Детский фестиваль – это традиционное мероприятие, проходящее в рамках празднования Дня памяти Погравительницы Екатеринбурга, Святой Великомученицы Екатерины. Фестиваль собирает юных чтецов, алтарников и певчих со всей Екатеринбургской митрополии. Благодаря дистанционному формату в этом году география участников расширилась. В этом году и самые отдаленные районы смогли поучаствовать в наших конкурсах. У нас новые участники из хоровых – Новая Ляля, Качканар, алтарники из Режа, Красноуфимска. Это традиционные наши из Арамели, это те, кто поближе и с Первоуральска много участников, и близлежащих населенных пунктов рядом с Первоуральском. Новая Алексеевка, Талица. Вот эти ребята смогли принять участие, и есть среди них и победители. Проект осуществляется сектором церковно-приходских школ отдела религиозного образования и катехизации Екатеринбургской епархии. В этом году в фестивале приняли участие 14 хоровых коллективов и более 50 алтарников и чтецов. Фестиваль предварял подготовительный этап конкурсных испытаний. Участники под руководством наставников на приходах выполняли домашние задания и готовились к основным мероприятиям конкурса. В программе конкурсных дней фестиваля – онлайн-собеседование с участниками, заседание жюри, совещание членов жюри с конкурсантами и их руководителями, завершение объявления результатов конкурса. Будь повнимательнее, потому что вот это вот часа вот одно взяло тебе и испортило все впечатление. Остальное – это все хорошо у тебя. И с манерой чтения, и остальные даже вот трудные места вот слышно было, все четко, все правильно прочитало. Поэтому не торопиться, не волноваться и читать внимательно. Самая большая польза от всего конкурса – это не столько узнать там троих лучших из всех ребят пришедших, сколько помогать тем, кто еще на пути к совершенству. И все замечания, которые делаются в ходе конкурса, они делаются специально во всеуслышание, чтобы все ребята могли вот для себя какие-то делать выводы, на чем одни притыкаются, какие советы я даю одним. Это же все бывает актуально и для остальных. И все это, ну я надеюсь, что бывает стимулом. Стимулом для того, чтобы ребятам развиваться в своих навыках. Завершит фестиваль онлайн-концерт «Слава народу-победителю», на котором прозвучат лучшие военные песни конкурсного репертуара. Кроме того, ко Дню Святой Екатерины все участники подготовят видеопоздравления жителям Уральского края. Лучшие из них будут опубликованы на сайте отдела религиозного образования и катехизации Екатеринбуржской епархии уралпросвет.ру.